Борьба с полиомиелитом в республике идет полным ходом. В Ингушетии за три тура иммунизации уже провакцинировано больше половины детского населения. В сельском поселении Чемульга из более 500 детей привили 95%. На сегодняшний день пациенты также продолжают активно прививаться. В сельской амбулатории практически ежедневно большая очередь. У меня пятеро детей, всем пятерым своевременно прививки мы делали. Вот эта младшая, ей уже на сегодняшний день 7 лет, она получила последнюю прививку. То есть последний третий тур мы прошли, получили прививку сегодня. Я только одобряю, советую и другим родителям, потому что на данный момент в современном мире нет такого консервативного лечения против полиомиелита. Решила сделать все прививки своим детям, обезопасить, чтобы мне было спокойнее отправлять их в школу и в садик. И другим родителям также советую. Я думаю, что лучше делать прививки. Инфекцией полиомиелита ребенок может заразиться в любой момент. Обычно это происходит из-за зараженной воды или пищи. При этом вирусы чрезвычайно живучи и могут сохраняться до трех месяцев, а иногда и до полугода. Попав в организм, он начинает активно размножаться в кишечнике в течение трех-пяти дней и затем попадает в кровь. Если же ребенок провакцинирован, вирус подвергается атаке антител. Таким образом, человек болеет легко и без видимых проявлений. Тем временем, как у непривитых, все иначе. Полиомиелит – это вирусное инфекционное заболевание. Симптомы бывают обычно схожи с ОРВИ. Обычно бывают мышечные подергивания, обездвиживание конечностей, мышечная слабость. В основном болеют дети до пяти лет. И самый эффективный способ профилактики заболевания – это вакцинация. Детям делаем инактивированную вакцину и живую. Пока не получат вот эту инактивированную вакцину, живую делать нельзя. Инактивированный прививают в 3 и 4 месяца. После на шестом месяце с живой оральной вакциной. Полмесяца после двух введений вакцины формируется иммунитет ко всем трем типам полиомиелитного вируса, входящего в живую вакцину. После чего никакой опасности заражения вакцины ассоциированным вирусом не остаётся. Препарат хранится в холодильной камере под наблюдением врачей. Вакцину мы получаем с СССРБ. Наблюдается холодовая цепь у нас. Хранится у нас в холодильнике, в процедурном кабинете. Если в случае отключения электроэнергии, мы сразу подключаем генераторы, у нас есть на месте. С хранением у нас всё нормально. Несмотря на это, хранение вакцины всё также является основной причиной отказа. С такими жителями врачи проводят профилактические беседы, подробно рассказывают о всех нюансах и этапах проведения прививок. Врачи объясняют, только из-за необоснованных страхов и запугиваний статьями из интернета не стоит откладывать прививки. Ведь полиомиелит далеко не шутка. А вакцина – единственный способ защиты от опасных последствий. Малика Измаева, Джамалеев Султыгов, Новости 24.